Сочи проверят все магазины, если не приняты меры безопасности, закроют. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии. Не рассчитали силы, выехавших за пределы трассы сноубордистов пришлось эвакуировать вертолетом. Рост зарплат и цены бензин, новый мрот и индексация пенсии. А в мессенджере только по паспорту. С 1 января много нововведений. На вилле Вера завершился первый этап реставрации. Все работы курирует Музей истории Сочи. Владимир Путин отметил инвестиционную привлекательность Краснодарского края. Глава государства накануне в Москве провел заключительное в этом году заседание Госсовета. Главным вопросом стало улучшение условий для ведения бизнеса в регионах. Участие в обсуждении принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По словам президента страны, в создании благоприятного инвестклимата важны успешные практики российских регионов. Согласно рейтингу агентства стратегических инициатив, Кубань вот уже второй год в десятке лидеров. В свою очередь Вениамин Кондратьев выступил с предложением усилить контроль над естественными монополиями. Нередкий случай, когда энергоснабжающие компании затягивают сроки подключения к инженерным коммуникациям. Владимир Владимирович, безусловно, инвестиционный климат формируют органы государственной власти, субъектов Российской Федерации, конечно, органы местного самоуправления. Но, Владимир Владимирович, конечно, здесь нужна поддержка в чем? Об этом уже Андрей Сергеевич говорил, что, безусловно, также формируют или очень активно влияют на инвестиционный климат. Это вот естественные государственные монополии в виде предприятий или энергоснабжающих, или ресурсоснабжающих. И подчас для нас очень важно сроки подключения, но и те же самые лимиты, которые подчас днем с огнем не найдешь. Второй момент очень важный – это территориальные органы федеральных министерств и ведомств. Они тоже формируют инвестиционный климат. И вот огромная просьба. Можно рейтинг, который проводит ОСИ, включить деятельность и от темнопольных, и федеральных естественных монополий, их деятельность региональных энергоснабжающих организаций, ресурсоснабжающих организаций и деятельность территориальных органов, министерств и ведомств. Для нас это принципиально важно, тогда мы будем, по крайней мере, наравне. А так как мы пытаемся, мы стараемся, а вот есть та заноза, которую где-то не видно, но порой она очень существенна. Здесь просим, я думаю, не только я, вашей поддержки. – Хорошее, правильное предложение. – То, что сказал Илья Иванович, я согласен. Действительно, от того, как работают естественные монополии на территориях их предприятия, от того, как работают территориальные органы федеральных, ведомств, многое зависит. И в известной степени это ограничение в деятельности региональных команд. Это правда. И я прошу это учесть при разработке общей оценки того, что происходит в регионах. Это верно совершенно. По итогам года в регионе ожидают 470 миллиардов рублей инвестиций. Это на 40 миллиардов больше, чем в 2016. Во многом это стало возможно и за счет действующей в регионе системе поддержки предпринимателей, в том числе субсидирования и налоговые льготы. – Для нашего региона важен не только инвестор, который придет из-за пределов нашего региона или из-за пределов нашей страны, иностранный инвестор. Для меня принципиально наш внутренний инвестор, который тоже должен поверить в экономику нашего региона и тоже в нее инвестировать. Создавая условия, комфортные условия, и неважно для нашего внутреннего инвестора или для инвестора из-за пределов нашего региона, мы создаем будущее экономики нашего края. И самое главное, что это будущее или эти шаги позволят нам гарантировать устойчивый рост благосостояния жителей нашего края. А для меня и для всей команды инвестиций края сегодня это приоритет. Добавлю также, что в этом году в крае выдано больше 360 льготных займов, а из гарантийного фонда бизнесмены получили поручительство на 623 миллиона рублей. В Сочи нашел работу краевой оперативный штаб. Об этом Вениамин Кондратьев рассказал одному из информагентств. Повышенный интерес у туристов к курорту традиционно ожидают во время новогодних каникул. Чтобы обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры горного кластера и контролировать безопасность отдыхающих, по поручению главы региона в Сочи развернули краевой штаб. Возглавил его вице-губернатор Андрей Алексеенко. Я цитирую. «Поток небывалый. Гости начнут заезжать к нам, начиная с 28 декабря. И вопросы безопасности стоят, безусловно, на первом месте. Все службы курорта переходят на усиленный режим работы. Будут созданы мониторинговые группы». Конец цитаты. Также губернатор добавил, что специалисты будут ежедневно следить за санитарным состоянием территории курортов. Отмечу также, что за зимний период 2016-2017 года предгорные туристические районы края посетило почти полмиллиона туристов. Из них 350 тысяч человек побывали в Красной Поляне. Сегодня в Сочи прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии в связи со вчерашними событиями в Санкт-Петербурге, когда в магазине сработало самодельное взрывное устройство. Сегодня во всех магазинах города будут проводиться проверки сотрудниками полиции и управления торговли. Главная задача – выявить, как работает на объектах торговли система безопасности. Если будут обнаружены нарушения, то полицейские совместно с прокуратурой могут приостановить деятельность отдельных магазинов. Председатель антитеррористической комиссии Анатолий Пахомов потребовал усилить охрану объектов жизнеобеспечения города. Это касается Кубани-Энерго, Сочи-Теплоэнерго, водоканала, Сочи-Гургаза. Необходимо контролировать работу общественного транспорта, обращая внимание на подозрительных лиц и бесхозные сумки. Обязательны предрейсовые проверки и инструктажи водителей. Необходимо обеспечить жесткий пропускной режим в медицинских учреждениях. Продолжится проверка гаражных кооперативов садоводческих товариществ. То, что произошло в Санкт-Петербурге, говорит о том, что этот терроризм, он активизируется, особенно к празднику. И что нужно быть внимательными и бдительными. Везде есть камеры, везде есть все технические средства. Но может не хватить только одного. Честный фактор не сработает. Опять может случиться так. Да ладно, как-нибудь. Поэтому эту работу необходимо активизировать. Немаловажная роль в предотвращении терактов отводится общественности. Глава города просит самих горожан проявить бдительность. Обращать внимание на тех, кто снимает жилье и вызывает подозрения. Особенно в канун праздников. Всех домкомов просят проверить чердаки и подвалы. Они должны быть закрыты. Празднование Нового года и Рождества стало основной темой сегодняшнего планерного совещания. Глава города после рейдовых мероприятий по районам остался недоволен тем, как предприниматели центра отнеслись к новогоднему оформлению своих магазинов. Всеми любимая улица Новогинская не засверкала так, как ожидалось. А на ней, как известно, расположено много магазинов. Их владельцев сегодня вызвали на откровенный разговор. Глава города попросил предпринимателей объяснить формальный подход к украшению своих же магазинов. Ведь это бизнес. Не секрет, что внешний вид привлекает покупателей. Вразумительного ответа получено не было. Лишь обещание, что к 29 декабря будет праздничная подсветка. Каждый здравомыслящий руководитель, тем более менеджер, должен понимать, что каждый праздник надо использовать как момент для продвижения своего бизнеса. И, естественно, во всем мире всегда уделяют и будут уделять вопросам рекламы, вопросам украшения, новогоднего в том числе, особое внимание. Глава города приводит в пример Лазаревский и Адлерский район, где замечаний к праздничному оформлению в витрин магазинов нет. В Сочи на каникулы приедет очень много гостей. В городе сейчас и в первые дни января пройдет около тысячи мероприятий. В их числе и открытие парка отдыха на бытхи и рождественские богослужения в храмах. Глава города попросил своих подчиненных обеспечить людям достойную встречу Нового года и Рождества. В Сочи отреставрируют виллу Вера. Первый этап приведения в порядок памятника культуры и истории курорта завершился и как раз к 80-летию Центра внешкольной работы. Расскажет Татьяна Говоркова. История виллы Вера началась в 1872 году. Тогда купец Мамонтов на этом месте приобрел земельный участок и построил дачу для своей дочери Веры. От первого строения ничего не осталось. В 1910 году на этом месте было возведено это каменное здание. Оно пережило смену власти, национализацию. В военные годы здесь располагался госпиталь, позже дом отдыха и дворец пионеров. И вот уже на протяжении почти 30 лет здесь работает муниципальный центр внешкольной работы. Студия, основанная в 1990 году, достойно прошла проверку временем. На базе центра работают шесть направлений. 3000 юных сочинцев здесь изучают живопись, хореографию, музыку. В этом году открылось отделение астрономии. Также в центре ребята проходят профильную подготовку. Здесь же воспитывают юнормейцев. Они сегодня приняли участие в праздничном мероприятии по случаю окончания первого этапа реставрационных работ. Мы очень признательны лично Анатолию Николаевичу за то, что в городе возводятся не только новые здания, но и уделяется большое внимание именно реставрации старых особняков зданий. В данном случае сегодня у нас праздник Виллы Веры. И этот подарок, я думаю, не случайен, потому что в этом году центр внешкольной работы отмечает 80-летие. Стоит отметить, что реставрация памятника культуры истории не проводилась на протяжении 100 лет. На первом этапе, который начался в середине сентября, строители обновили лестничные проходы, фасады, кровлю. Заменили и плитку на балконе второго этажа. Она была привезена из Италии и полностью соответствует предыдущему историческому напольному покрытию. Реставрация – это достаточно профессиональная работа специалистов, тех, кто имеет на это право лицензию. И нужны особые мастера, нужны особые условия и нужны особые деньги. Поэтому мы обязательно это будем делать так, как это положено делать. Но это и есть сохранение нашей истории, истории города. С начала следующего года реставрация Виллы Вера продолжится. Проведут внутренние работы, заменят дверные и оконные проемы. Причем будут они точной копией тех, что запечатлены на старинных фотографиях. Тот же хрусталь из Франции, те же рисунки на створках и старинные предметы интерьера. Все работы проводятся совместно с музеем Сочи. И для властей курорта важно, чтобы отреставрированный замок вошел в экскурсионные маршруты Сочи. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Рост зарплат и цен на бензин, изменения для автомобилистов, новый мрот и индексация пенсии ждут россиян с нового года. А в мессенджеры начнут пускать только по паспорту. Закон есть закон. Что изменится в России с 1 января о наиболее важных нововведениях в обзоре Инги Габешия. Первое утро нового года для россиян начнется уже в новых реалиях. С 1 января вступают в силу изменения в законодательстве, которые коснутся различных сфер. Итак, с нового года государство начнет выплату пособий за первенца. Согласно закону, принятие которого инициировал президент Владимир Путин, при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет семья будет получать ежемесячно 10,5 тысяч рублей. А вот минимальный размер оплаты труда составит 9489 рублей. От размера рот зависит повышение зарплат, больничных и других пособий. Таким образом, бюджетников ждет повышение зарплат на 4%. Закон коснется порядка 4 миллионов россиян. К главным новшествам в сфере налогового законодательства с 1 января 2018 года можно отнести курортный налог. В качестве эксперимента планируется ввести так называемый налог на отдых. Первопроходцами станут Ставропольский, Алтайский, Краснодарский, Края и Крым. Туристы в сутки будут платить до 100 рублей. Сочи остановился на 10 рублях. С 1 января россияне имеют полное право воспользоваться выписанной электронной версией больничного листа. Документ будет иметь такую же законную силу, как бумажные. Больше остальных перемены ощутят автовладельцы. Рост штрафа в 2018 году станет значительно выше. К примеру, за тонировку стекол придется выложить 1500 рублей вместо 500. Изменится с нового года и стоимость полиса ОСАГО. Теперь она будет зависеть от числа нарушений. А вот судебные приставы с 1 января получают возможность лишить водительских прав неплательщика. К слову, с нового года автомобилистов можно будет штрафовать и по видеозаписям, полученным от третьих лиц. При этом не потребуется составление протокола. В новом году для этого будет выпущено мобильное приложение «Народный инспектор». Ну а наиболее неприятное событие для автомобилистов это то, что с 1 января 2018 года акцизы на топливо будут увеличены. Ставки возрастут на 50 копеек за литр, если верить экспертам. Дизельное топливо и бензин в результате этого подорожают ориентировочно на 60 копеек. Изменения почувствуют и застройщики. В следующем году по отношению к ним могут применяться две новые меры наблюдения и финансовое оздоровление. Компания может рассчитывать на внешнее управление, но лишь в том случае, если есть основания, позволяющие реанимировать финансовое положение должника и восстановить его способность платить по кредитам. И про дольщиков не забыли. Также в рамках изменений закона о банкротстве. Законодатели предложили создать новый фонд, который, как ожидается, защитит права дольщиков. Учредителем некоммерческой организации стала Российская Федерация, а участниками строительные компании. А вот пенсия в 2018 году повысится на 3,7%. К тому же трудовые пенсии в России неработающим пенсионерам будут проиндексированы выше инфляции на один месяц раньше. То есть не с 1 февраля, как это делается традиционно, а уже с 1 января 2018 года. Помимо всего прочего, с нового года запретят производство и продажу алкогольных энергетиков. Детей не смогут перевозить в старых автобусах. Исчезнет анонимность при использовании мессенджеров. К тому же вход на популярные сайты для общения с друзьями или родственниками будет запрещен лицам, не достигшим 14 лет. А вот врачи смогут лечить удаленно. Иностранцы сэкономят на покупках, в стране заработает система такс-фри. Все перемены в федеральных законах, уверены в правительстве, сделают жизнь россиян легче и безопаснее. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И продолжаем выпуск. Спасатели МЧС эвакуировали двух сноубордистов вертолетом. Любители зимнего отдыха оказались за пределами трассы курорта Роза Хутор. Никто из них не получил травм, но спуститься самостоятельно со сложного участка молодые люди не могли. Кроме того, что сноубордисты находились среди скальных отвесов, была высока вероятность схода лавины. Спасатели вылетели к месту происшествия на вертолете. Чтобы потоки воздуха от лопасти не спровоцировали лавину, было решено поднимать молодых людей на борт при помощи лебедки. Затем любители активного отдыха транспортировали на базу МЧС в Сочи. Оба сноубордиста – жители Москвы 27 и 26 лет. Медицинская помощь молодым людям не требовалась. Они самостоятельно покинули спасотряд. В Сочи в канун Нового года стала традицией проводить встречу с ветеранами спорта, горожанами, которые много лет посвятили развитию физкультуры на курорте. Цель таких встреч отмечают в мэрии не только подвести спортивные итоги уходящего года, но и обеспечить взаимодействие представителей ветеранского спортивного движения. Несмотря на почтенный возраст, заслуженные тренеры и мастера все еще в строю. Я в прошлом году то же самое здесь сказал и поблагодарил руководство администрации города и в лице заместителя, который курирует нас. Мы действительно практически не общаемся. Вот нам есть уже 75-80. Мы только вот встречаемся здесь. Это очень хорошее мероприятие. Все зависит от людей. Если люди болеют за ту работу, которой они поставили служить, то будет все очень-очень здорово. Поделились с ветеранами и итогами года. В Сочи в 2017 организовано почти тысяча спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 400 тысяч человек. Что же касается жителей курорта, которые регулярно ведут активный образ жизни, то цифра достигла почти половины от общего числа горожан. В это число входят и дети от трех лет. Ко всему прочему, по инициативе главы города на курорте реализована программа по организации воркаут-площадок, в том числе в селах. В следующем году в Сочи планируется отремонтировать несколько футбольных полей. Завершится в новом году и капремонт плавательного бассейна на улице Паярка. Это наше ежегодное мероприятие, честование ветеранов. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Подводим итоги года, связанные со спортивным оздоровлением, с физкультурой. Самое главное, получаем громадный опыт от ветеранов спорта, который мы перенимаем уже непосредственно в своей работе. Но активно в этом году велась работа и по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участие в сдаче норм ГТО приняли более 20 тысяч сочинцев. Накануне Департамент физкультуры и спорта подвел итоги программы, а отличившимся вручили золотые значки ГТО. Напомню, комплекс ГТО или «Готов к труду и обороне» – это программа физической подготовки, которая всегда основывалась на системе патриотического воспитания молодежи. В этом году в Сочи было проведено 10 спортивных и более 400 профилактических мероприятий, в рамках которых нормы ГТО сдали 20 тысяч человек. Десяти тысячам сочинцев были присвоены знаки отличия. На торжественном же мероприятии, посвященном подведению итогов года наиболее отличившимся приказом Министерства спорта страны вручили золотые знаки отличия. То количество значков, которое вручается, то количество золотых значков в первую очередь, говорит о том, что город Сочи спортивный, что мы где-то возбуждаем, где-то держим план меренство по развитию физкультуры, в первую очередь, массовой физкультуры в городе Сочи. Спорт – это образ моей жизни. Но вообще нормативы серьезные такие. Нужно постараться, нужно тренироваться. Мы живем в городе Сочи. Я думаю, что начать с плавания в море ежедневно и зарядки. И я думаю, что к значку можно прийти. Я рекомендую участвовать обязательно в нормах, сдаче норм ГТО, потому что это нужно, это важно, интересно. Это для здоровья нужно, для себя, для хорошего настроения даже. Тысяча мальчишек и девчонок приехали в Краснодар на губернаторскую елку. Главное представление прошло сегодня в музыкальном театре. Традиционно праздник проводят для ребят со всего края. Это воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Поздравить их пришел глава региона Вениамин Кондратьев. Сегодня здесь собрались те ребята, которые в течение года хорошо учились, трудились, помогали родителям, занимались общественными какими-то мероприятиями. И мы делаем соль для того, чтобы учились в хороших школах, занимались спортом, ходили в различные кружки. Это принципиально важно, чтобы вы в жизни нашли себя, нашли свое призвание. Это для того, чтобы просто стать успешным. Если вы встанете в жизни успешными, то будет успешным наш край. Вы настолько сегодня праздничные. Я хотел бы, чтобы не только этот праздник у вас был в канун Нового года, но и этот оптимизм вы сохраняли в течение всего этого года. Никогда не унывайте. С наступающим Новым годом и Рождеством! С праздником, друзья! После небольшого представления и вручения подарков ребята отправились на главный спектакль – сказку «Королевство кривых зеркал». Дед Мороз ищет товарища. На конной арене парка Ривьера начинается отборочный тур по выбору лошади главного героя Нового года. Среди претендентов – лошади элитных пород с невероятными способностями. Еще до начала новогодней премьеры конные каскадеры рассказали об участниках необычного сказочного представления. Ну что ж, здравствуйте! Приглашаю вас в нашу волшебную конюшню. Волшебная эта конюшня стала около двух месяцев назад, когда главные артисты новогоднего представления приступили к репетициям. Каждая лошадь, которых здесь девять – профессионал захватывающих шоу. Самые элитные породы в новом шоу будут претендовать на роль верного друга и помощника «Снегурочка на вороном коне» – картина необычная. Это представление отличается кардинально от всего того, что во время новогодних каникул можно увидеть в курортном Сочи. Постановщики и дрессировщики настаивают – главные артисты в этом сценарии – кони. И то, что они демонстрируют, действительно похоже на волшебство. Грегори, например, единственная в мире, выполняет команду «Голос». Он же бесстрашно целует наставницу сквозь огненный обруч. Каскадеры рассказывают, что новогодний сценарий бесспорно по душе их подопечным. Я его забрала, ему было три года, мы его выкупили. Мы работали с ним раньше в Анапе на рыцарских турнирах, потом мы с ним переехали сюда. Работал он в основном в джигитовку и мало-помало работал именно дрессуру. То есть дрессуру мы уже подтянули здесь. Раньше он был чисто джигитовочным конем. Здесь мы уже довели дома свечки, сделали огненный поцелуй. Остальные претенденты на роль лошади Деда Мороза – не менее талантливые. Даже самые маленькие пони готовы показать все, на что они способны ради почетной миссии. Весь год искали самых красивых и самых лучших лошадей по всему миру. И вот из девяти стран привезли разные редкие породы лошадей. Девять участников лошадок, девять пород, и которые каждая удивит своими способностями. Талантливые люди, талантливые во всем. Конные каскадеры пошли дальше привычных рамок и в своем новогоднем представлении попытаются оседлать и огонь. Фаер-шоу, как приятный бонус. Но еще не все сюрпризы. Тем, кто поучаствует в выборе лошади, Дед Мороз подарит билет в хаски-центр по соседству с конной ареной. Его обитатели, кстати, уже гуляют по парку и напрашиваются на внимание прохожих. На протяжении всех каникулы и лошади, и собаки, и всеми любимый парк Ривьера готов дарить сочинцам новогоднее настроение и незабываемые впечатления. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Новогодние праздники – не повод забыть о здоровье, а время заняться собой. Пройти обследование, проконсультироваться с врачом, посетить кабинеты СПА и косметологии. Все это можно сделать быстро и недорого в медицинском центре «Санатория Знания», который находится в районе Адлерского курортного городка. До санатория удобно добраться не только из Адлера и Хосты, но и из центра Сочи. Всего 12-15 минут на машине. Медицинский центр «Санатория Знания» работает все дни, кроме 1 января. Телефон 8-918-603-5185. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Мы же прощаемся с вами до 9 января. Наш коллектив уходит на каникулы. Вам мы желаем в следующем году побольше хороших новостей и постараемся в этом помочь. С наступающими праздниками! В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok